Сейчас, минутку подождем и начнем. Запись началась, в принципе, можно начинать. Всего доброго. Спасибо. Итак, добрый день. Мы продолжаем цикл вебинаров для краеведов, работающих с молодежью, цикл вебинаров Российского исторического общества. Сегодня у нас в гостях Валерий Геннадьевич Кузьмин, директор Государственного архива Псковской области, председатель отделения Российского исторического общества в Пскове. И речь пойдет сегодня об архивах, об архивных документах, об их использовании в работе с молодежью, со школьниками, о том, как, буквально не выходя из дома, при помощи интернета, обеспечить себе доступ к этому богатству, к нашему архивному наследию. Валерий Геннадьевич, вам слово. Добрый день всем, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Я очень рад рассказать вам всем о том, чем занимаются архивы, как в них вообще можно попасть, как в них можно попасть, не выходя из дома, какую информацию можно ущербнуть из сети интернет, какие возможности предлагают архивы, потому что сейчас архивы, конечно, с каждым годом становятся все более современные и современные. И если где-то у кого-то по финансам что-то не дотягивает, кто-то может переоснастить что-то, кто-то не может, то, по крайней мере, коллективы приходят более молодые, более энергичные, с совершенно другим взглядом на то, как должна быть устроена архивная жизнь. Это все, конечно, влияет на архивы. И, конечно же, все те, вы в вашей работе, те краеведы, которые работают с молодежью, в эту категорию попадает очень много людей. Это и учителя истории, сотрудники музеев, библиотек, не только учителя истории, конечно же, учителя разных предметов. И очень многие знают, что такое архив, как в него попасть, что вообще нужно сделать, чтобы получить что-то из архива. Но, как показывает практика, и в том числе и по Псковской области, все-таки не все те люди, которые действительно очень много работают со школьниками в плане краеведческой какой-то работы, представляют, что такое архив. Потому что очень многих, конечно, мнение, что в архив не попасть, туда могут прийти только какие-то профессоры из университета или еще кто-то. На самом деле нет. Архивы – это самое открытое учреждение в нашей стране. Чтобы туда попасть, нужно только паспорт. Вот идете вы по улице, увидели надпись «Архив». Если сейчас рабочий день и читальный зал работает, вы можете в этот архив попасть. Никаких не нужно ни справок, никаких сработан направлений, ничего такого от вас не потребует. И за вот этот короткий промежуток я попытаюсь вам рассказать некоторые вещи. Кто-то, может быть, знает, что такое архивы, но я максимально просто попытаюсь рассказать о том, как устроена архивная жизнь. Расскажу вам об архивных учреждениях страны очень коротко, о том, какие они бывают, какой порядок доступа к архивным документам, какие есть возможности онлайн-поиска научно-справочной информации, архивных документов в нашей стране при подготовке каких-то краеведческих работ. Ну и несколько слов скажу об использовании федеральных, региональных интернет-ресурсов при подборе и определении тематики краеведческих работ. Чтобы мою речь лучше проиллюстрировать, я включу небольшую презентацию, которую я подготовил. И сейчас вам представлю очень в сжатом виде такую информацию. Вообще, ну на этих снимках вы видите, как выглядят архивы внутри, святая святых, архивы хранилища. У всех разные есть условия хранения, какие-то архивы современные. У них есть возможности и средства переоборудовать и ставить современные стеллажи. Но в основном, да, вот документы хранятся на стеллажах, в карабах. И архивов у нас в стране очень много. Например, то есть, чтобы вы понимали, есть три ранга у архивов. Есть федеральные архивы, есть архивы субъектов федерации, есть муниципальные архивы. То есть, что такое федеральный архив? Федеральный архив, ну, они, как правило, расположены в крупных городах. И их не очень большое количество. Они подведомственны федеральному архивному агентству и хранят, знаете, такие материалы центральные, центральные по истории нашей страны. Не только истории, конечно, но и современные документы, которые откладываются в министерствах и так далее. Но нас интересует история. И федеральный архив, например, крупный архив, российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге. Для тех, кто глубоко изучает краеведение, то есть краеведение – это, в принципе, изучение локальной истории. Когда мы живем в какой-то области, в каком-то районе, в какой-то волости, мы изучаем историю этого места, то вот как раз федеральный архив представляет такую концентрированную информацию о каждой территории, российском государственном историческом архиве. И там, например, есть фонды финансовых учреждений, которые практически описали каждую-каждую-каждую территорию нашей страны до волости, до каких-то деревень, их финансовое состояние, людей, которые там проживали, чем занимались и так далее. То есть, когда вы изучаете какую-то территорию, можно посмотреть документы о конкретной волости в историческом контексте, как люди жили там в начале XX века. Но это если мы говорим о глубоком политике. Архивы субъекта федерации – это региональные архивы, то есть государственный архив Брянской области, государственный архив Костромской области. То есть в разных регионах создано большое количество архивов. Где-то это может быть один архив, где-то могут быть пять архивов и зависит от разных каких-то моментов. Потому что, например, бывают архивы, где представлены документы только до революционного периода. Это называется, есть приставка «исторический архив», там «Центральный государственный исторический архив», Санкт-Петербурга, например, да, где представлены документы только по личному составу. Это когда архивы, ну, какие-то справки выдают для того, чтобы пенсии побольше начисляли. Ну, нам не так важно. Бывают архивы научно-технической документации, кино, фоно, фото документов архива. То есть зависит от специфики региона, от специфики тех документов, которые в регионе есть. Бывают совершенно вот такие разнообразные архивы. И есть архивы муниципальные. Муниципальные архивы, вы, если вы живете не в большом городе, а в районном центре, то вот документы об истории районного центра откладываются как раз в муниципальном архиве. Как правило, это отделы администрации, отделы районных администраций. Где-то есть отдельное учреждение, как юридическое лицо. Но, как правило, это прямо вот в районе, вы живете в районном центре, предположим, и там есть архивный отдел, в котором тоже может быть очень важная, интересная информация. Значит, что нам необходимо знать? Значит, прежде чем идти в архив и не тратить время вообще, то есть вот физически прямо идти в архив, это уже такое заключительное дело. Какие там бумаги заполнять, чтобы выбрали документы, это все вы узнаете, это все не так сложно. Самое главное понять, что нам нужно от конкретного архива. И для того, чтобы в нашем, при определении тематики, когда ребятам раздавать какие-то темы, над которыми они могут работать, нам очень поможет путеводитель. Путеводитель того архивного учреждения, которое находится относительно недалеко от нас. То есть в областном центре, в городе, в крупном городе, если тоже, например, учреждение областного подчинения, оно находится не в административном центре, а в каком-то городе областного значения. И, как правило, все архивы выпускают путеводители. Путеводитель как в город приехал, когда в какой-то незнакомый берешь путеводители, здесь башня такая-то, здесь крепость такая-то. Здесь тоже, грубо говоря, проведет вас по тем документам, которые хранятся в конкретном архиве. Там сгруппирована уже и вся информация. Там органы власти, правоохранительные органы, финансовые учреждения, система образования. Выбираете ту систему, которая вам интересна, например, система образования, и смотрите, какие фонды есть по данной теме, которая вам интересна. Значит, в архивах, что очень важно, в архивах, ну, путеводители, да, бывают такие, то есть там вот перечислено берется какая-то тема, мы смотрим, там указана география, например, в каких районах что находилось, и дан номера фонда. Фонд R748 указано, что это 35 единиц хранения и даты этих документов, 1942-1944. Мы понимаем, попадает это в нашу хронологию или нет, нужно нам это или нет, ориентируемся во всем этом пространстве. И вот здесь очень важно понимать, что такое фонд. Фонд, очень коротко объясню. Фонд, значит, это совокупность исторических, или совокупность архивных документов, исторически или логически связанных между собой. Ну, то есть, предположим, если до революции существовала какая-то гимназия в городе, то документы, которые там откладывались, списки учеников, приказы какие-то, протоколы, переписка по какой-то деятельности, это все документы одного фонда. Они исторически и логически связаны между собой, сформировались в работе этого учреждения. Если это какое-нибудь учреждение, которое занималось призывом на военную службу, там, в период Первой мировой войны, как там называлось, это фонд, соответственно, вот этого учреждения, ну и так далее и тому подобное. То есть наша задача, наша с вами задача, когда мы понимаем, должны понять, какую информацию нам получить. Нам нужно определить фонд. Какие фонды, какие фонды нам нужны, необходимы в этой работе. Выбираем соответствующую структуру, то есть органы, значит, какие-то финансовые нам нужны, финансовая система. Выбираем там фонд Государственного банка, видим, что это номер фонда такой-то. И далее нам необходимо изучить опись. Опись. Описи в бумажном виде выглядят следующим образом. Опись – это такое, что ли, оглавление книги. Оглавление книги. Мы берем вот опись этого фонда и смотрим там название, заголовки всех дел, которые есть в этом фонде. Например, в фонде 350 дел. И каждое дело имеет свое название, имеет даты, хронологические рамки этого дела и сколько там листов. То есть мы видим, что 700 листов и названо как-то интересно, как нам по названию нам подходит. Это дело нам нужно. Если в деле один лист, то, скорее всего, будет там мало информации, но если оно очень важно, то его тоже, конечно, нужно будет смотреть. Так выглядят описи. Значит, более крупно можно посмотреть. Описи, как я и говорил, название, причем заголовки глуки бывают более развернутые, представлены крайние даты и указано там количество листов. Естественно, я вам показал бумажные варианты. Большинство архивов в нашей стране много лет занимается тем, что все материалы научно-справочного аппарата, то есть это описи, переводят в электронный вид. То есть физически набираются вот эти названия и заносятся в определенную базу. И эта база и сотрудникам архива, и пользователям видна. То есть мы заходим на информационный ресурс конкретного архива, который нас интересует, вводим там, либо мы ищем, вот мы знаем номер фонда, мы можем просто посмотреть все дела этого фонда. Но вдруг нас интересует какой-то специфичный момент или какая-то фамилия. Мы изучаем историю какого-то дворянина или еще что-то. Мы вводим эту фамилию, и информационная система покажет те дела, в которых встречается в названии встречена вот эта фамилия. Бывают разные системы научно-справочного аппарата и разные степени их проработки, но самая простая решается таким образом, и у большинства архивов, конечно, эти базы все открыты. Поэтому нужно заходить на сайт того архивного учреждения, который нам нужен, искать ту информацию, которая нам нужна, и самое главное, нам нужны вот эти вот шифры. Вот эти шифры. Фонд, R903 в данном случае, это опись, опись номер 3, и дело, это дело 1. То есть нам нужен шифр документа, название, само собой, чтобы мы сами ориентировались потом. То есть когда мы, если вдруг это дело не отсканировано и нет возможности его посмотреть, то когда у нас будет возможность попасть в архив, нам нужно посмотреть вот шифр, дело вот с этим шифром, вот с этим, ну, в зависимости от ваших задач. Конечно, вот то, что сейчас такие условия, санитарно-эпидемиологические, пандемия, она, в общем-то, мы видим даже по нашим информационным ресурсам, что в пик, особенно по весне, было огромное количество обращений к сайту, который содержит информационные ресурсы, потому что, в принципе, скорее всего, на ближайшее время это такое, что ли, ну, не будущее, а насущная необходимость именно развивать онлайн-сервисы и как раз практиковать внедрение информационных технологий для удаленного доступа. К сожалению, на все это нужны очень большие деньги и у каких-то регионов на это средство есть, у каких-то нет, кто-то решает какими-то путями этот вопрос, но самое главное, что вот сидя дома можно найти те документы, которые нам необходимы, то есть мы не увидим сами документы, но, по крайней мере, их шифры можно получить никуда даже не уходя, сидим в школе, дома, в зависимости от того, то есть мы занимаемся своей работой, текущей по краеведческой тематике и можем подбирать материалы на будущее, хотя бы понимать, куда нам нужно обратиться. Значит, соответственно, так выглядят документы, кто бывал в архиве, кто с ними работал, представляют, то есть документ это единица хранения, в которую включены документы по какому-то признаку, то есть там переписка по каким-то вопросам, приказы, еще что-то, то есть акты, в зависимости от специфики фонда или тематики, которая раскрывает данное конкретное дело. В деле может быть от одного листа до 1500 листов. Сейчас, конечно, дел больше 250 листов не бывает, но в данном случае и до революции очень толстые дела с огромным количеством листов, они встречаются, естественно, повсеместно. Соответственно, вот дела, они выглядят таким образом, да, то есть где-то машинописный текст, где-то рукописный, где-то можно прочитать, где-то нельзя. это что касается общей системы научно-справочного аппарата и как вообще с этим всем работать. Я надеюсь, что я бегло и понятно это объяснил. Значит, теперь, что касается вопросов, связанных с удаленным доступом к документам, как я уже сказал, к сожалению, не все архивы имеют возможности содержать, то есть очень много на архивах таких нареканий, что почему вы до сих пор не отсканировали, не выложили все в интернет. На самом деле, для того, чтобы отсканировать все, это требуется огромное количество оборудования, огромное количество человека часов, то есть, например, в разных архивах степень отсканированности документов составляет 1%, предположим, от всех документов, то есть в архиве миллион дел, вот сколько лет понадобится, чтобы на одном-двух сканерах отсканировать все дела. Конечно, этот процесс продолжается и будет совершенствоваться, но когда это закончится, непонятно. И разные архивы сканируют разные фонды, например, кто-то сканировал генеалогическую информацию, она для краеведов не очень подойдет, это скорее интересно тем, кто изучает историю семьи, кто-то сканирует документы исключительно по истории Великой Отечественной войны, потому что это такая важная государственная задача. Но в разных регионах, в разные периоды времени сканирование происходило, когда, например, в Псковской области было сканировано практически все документы по истории Великих Луг, это крупный город, крупный город, второе повеличение в Псковской области и находится дальше от Пскова, чем Санкт-Петербург, то есть область вытянута, и в Великих Луках тоже очень большое краеведческое сообщество, и для удобства пользования документы были отсканированы, и в читальном зале в Великих Луках в архив можно прийти, в отделение архива, сесть за компьютер и посмотреть те дела, почти все, которые по истории Великих Луг подсканированы и с ними работают, и в разных регионах тоже разными путями шли, вам нужно просто посмотреть сайты архивных учреждений, которые вам интересны, какие способы они предлагают для знакомства с документами, но даже прежде чем мы начнем изучать сайты конкретных региональных архивов, можно присмотреться к федеральным ресурсам, конечно же, например, Федеральное архивное агентство сделал такой проект, если кто-то занимается в истории Великой Отечественной войны, сейчас очень много документов по войне сканируется и организуется в какой-то базе данных, в систему какого-то доступа, например, Федеральное архивное агентство организовало такой ресурс преступления нацистов и их пособников против мирного населения в годы Великой Отечественной войны, то есть, если вы туда зайдете, там и карта есть, причем она карта дана как современная, так и с административно-территориальным делением, которое существовало до войны, а как мы понимаем области, вот кто-то живет сейчас, например, в Брянской области, но до войны территория выглядела по-другому, да, и документы могли формироваться по-другому, и документы по истории Брянской области могут быть не только в Брянской области, но и в соседних с Брянской областью регионах, соответственно, в других региональных архивах, и вот можно прямо зайти туда, выбрать тот архив, который интересен, который относится к вашей области и посмотреть, какие документы представлены там. То есть для того, чтобы использовать документы, вам кроме интернета больше здесь ничего не нужно для того, чтобы получить какую-то важную информацию, которую вы ищете, или как-то использовать ее в работах ваших подопечных, в ваших работах. Тем более, что если мы говорим о работах воспитанников, с теми, с кем вы работаете, со школьниками, то зачастую архивный материал, он не является основой исследования. Его необходимо использовать для того, чтобы показать широту привлечения исторических источников литературы и показать, что вы владеете, в принципе, ваш подопечный владеет способом искать информацию, архивную в том числе. Для более глубокого поиска, конечно, этих документов будет недостаточно, потому что в полной мере, возможно, не раскроют тем, потому что представлены, например, по области 50 документов, но вас интересуют конкретные районы, поэтому район 1-2 документа. По крайней мере, вы будете понимать, там даны шифры. Обратившись к фондам того архива, из которого эти документы взяты, можно сориентироваться и понять, какие документы вам достают. То есть такой прекрасный ресурс для того, чтобы работать с документами по истории Великой Отечественной войны. Значит, также Федеральное архивное агентство ведет государственный реестр уникальных документов. Что это такое? То есть уникальный документ, такое понятие в федеральном законодательстве существует, это документ, для которого, в общем, это уникальный документ в своем роде, и по степени той информации, которая в нем содержится, он не имеет никаких аналогов. И вот, ну, например, это разные документы. Например, есть документы центральных архивов, это акт об отречении Николая II. Ну, вот здесь у меня указан, например, скрипт императора Александра I Кутузова о назначении его главнокомандующим. Там четырехстраничный документ. И вот там, например, автограф Александра I. Да, то есть испорю, что-то рассказываете вы про, делаете работу про события 1812 года и, значит, привлекли этот документ, дали ссылку на него, прекрасно указали, что уникальный документ хранится там-то. Это сразу плюс при оценивании работы, потому что нашли интересный документ, и это замечательно. И документы разные, они есть по степени как бы древности. То есть, например, в Псковской области всего два уникальных документа. Слово «Погибели русской земли» — это литературное произведение 13 века о монгольском нашествии, которое записали в 15 веке. Ну, какой-то неизвестный нам автор переписал ее в книгу. И вот это уникальный документ. А второй документ уникальный — о рождении позитора Мусоргского. Он сам не был уверен, в какой день он родился. И в автобиографии неверные данные были им изложены. И исследователи до этого терялись догадка, в какой же день он родился. Удалось найти записи о его рождении и, в общем-то, подтвердить. Да, вот уникальный документ. И по разным регионам вы даже для себя можете посмотреть, какой в вашей области документ отнесен уникальный. И, может быть, его можно как-то использовать, как-то обыграть в каком-то исследовании вокруг чего-то, что-то интересное такое сделать. Дальше. Превосходнейший ресурс, над которым работает Российское историческое общество Фонд Истории Отечества — электронный реглиотектор исторических документов. Если вы еще не знакомы с ним, обязательно туда нужно зайти, посмотреть, изучить, потому что это главнейший помощник. Много-много-много лет уже этим занимается Российское историческое общество. И для удобства там все можно увидеть, все разбито здесь из каких архивов, по названию что-то найти, по автору, по тематике обнаружить, по географии, по каким-то организациям, которые представлены среди этих документов. И в основном, конечно, там использованы сканы, часто встречаются сканированные сборники документов, но это очень важный источник, потому что это тот же архивный документ, для которого архивисты в свое время сделали археографическую обработку, потому что, знаете, документы, ты берешь документ в XVIII век, там что-то написано, а ты ничего не понимаешь, там специалист не поймет, а тратить на это время, чтобы понять, что там вообще написано, это очень тяжело. И архивисты готовят документы, сборники документов, археографическую обработку делают, и вот, пожалуйста, вы берете необходимую вам теме, какой-то сборник документов, который отсканирован там выложит, и это прекрасно. Там есть шифры, там есть название, есть текст. Вы можете это использовать, ссылаетесь на архивный документ, на сборник документов, вы привлекли архивный источник, это замечательно. Поэтому надо обязательно изучить этот сайт и посмотреть, вы много интересного для себя найдете, это однозначно. И более того, этот ресурс постоянно пополняется, поэтому там, конечно, нужно следить за тем, что там еще добавилось. Так, я решил, никогда не был в архиве Воронежской области, Липецкой области, просто вот решил посмотреть вчера, когда презентацию это делал, думаю, надо посмотреть, не буду рассказывать, а может быть все не так. Взял два, вот просто первое, что пришло в голову, те архивные учреждения, ввел в поисковике, вывел на сайт. Сайт, соответственно, нужно смотреть либо сайты архивов конкретно, либо сайты архивных служб этой области. Архивная служба – это какой-то орган власти, который отвечает за развитие архивного дела в регионе. Например, архивов пять, и есть один сайт, архивные службы, где все пять архивов. И там, как правило, есть какие-то информационные системы, еще что-то, но помимо информационных систем, как я уже говорил, не все у нас отсканировано, не все возможно отсканировать, но всегда можно найти что-то интересное на сайте. Например, есть поиск, я ввел, мы изучаем в Воронеже, в Воронежской области, изучаем, какую-то дворянину хотим найти. Я просто ввел в поиски слово «дворян», но без окончания, чтобы там больший охват поиска был, и вывел огромное количество каких-то материалов, которые есть, выставка по каким-то там дворянам, еще что-то, и представлены копии документов, представлены копии документов, представлена какая-то информация, которую тоже можно, получается, использовать в своей работе. У нас уже есть ссылки на документы, у нас есть информация из документов, и мы можем что-то интересное найти, не только по дворянам, по истории Великой Отечественной войны, еще по каким-то вопросам. То есть надо изучить просто разделы сайта, посмотреть информационные системы, которые там представлены, и как мы можем, что мы можем из этого получить. Но в данном случае здесь, например, представлены какие-то фрагменты документов. Они закончены, но это не целое, не дело целиком, в котором, может быть, дели там 700 листов. Здесь представлено несколько листов из одного дела. А вот, например, я зашел на Государственный архив Липецкой области, тоже решил воспользоваться, посмотреть деятельность, посмотреть научно-справочный аппарат и посмотрел, какие выставки там были сделаны, какие-то материалы представлены. Что-то меня заинтересовало по истории Первой мировой войны. И, пожалуйста, вот на снимке здесь представлено, там выложен документ в PDF, отсканированный документ, 281 лист, касается истории Первой мировой войны, что-то конкретно по призывникам, еще что-то. То есть, огромное количество возможностей есть для того, чтобы нащупать какую-то тему, которой можно заняться. И эти документы, не нужно идти в архив. Вот они, пожалуйста, представлены для ознакомления, для того, чтобы с ними знакомиться, использовать информацию оттуда, ссылаться на этот архив, на эти архивные документы. И прекрасно, значит, использовать в своих работах. Значит, также, вот, например, наш архив, государственный архив Псковской области, такой, сейчас очень набирает обороты всероссийский проект «Бессрока давности», проект, который призван увековечить память погибших людей, мирных жителей в годы Великой Отечественной войны на тех территориях, которые были оккупированы нацистами. И, например, нам предоставляют копии документов архивы разных областей. Мы тоже размещаем, мы эти документы переводим на английский, на немецкий языки. но, значит, можно, я к тому, что огромное количество регионов придумывают что-то, что очень важно и интересно. И нужно смотреть не только сайты своего региона, но и сайты соседних регионов, потому что там могут быть использованы документы по истории вашей конкретной области. Вот, например, ресурс, чтобы проиллюстрировать ресурс, такая интерактивная карта церквей и погостов Псковской губернии. Но Псковская губерния, она была до революции, имела другие границы, и там часть территории Смоленской области, часть территории Новгородской области охвачена, Тверской области, и люди, которые занимаются историями вот этих областей, тоже там могут что-то подчеркнуть, потому что там представлены какие-то, значит, информации о церквях, копии документов в стеклировых ведомостях, которые описывают историю церкви, о прикровеческих работах. Очень часто к нам приходят запросы именно связанные с историей конкретной церкви. Вот, пожалуйста, ресурс, бери, пользуйся. И в регионах, разные регионы по-разному решают эти вопросы, поэтому здесь просто необходимо понимать, где искать, что искать, и самое главное, никуда ходить не нужно для того, чтобы получить вот эту информацию. Соответственно, если подвести такой итог тому, что я говорил, значит, что нам необходимо, что нам необходимо понимать, что нам необходимо. во-первых, нам нужно изучать сайты архивных учреждений. Изучать. Прямо потратить время на это. Да, потратить время. Где-то очень сложная система регистрации. Нужно там, пока ты зарегистрируешься, уже ничего не понятно, как, что, желание может пропасть, но нужно пересидеть, потому что кто-то регистрируется через госуслуги прямо можно, да, кто-то требует отдельной регистрации, но нужно зарегистрироваться, обязательно изучить, какие есть, какой есть научно-справочный аппарат в архиве в электронном виде, который представлен, да, и изучить разделы сайта, какие есть выставки, воспользоваться поиском, посмотреть, потому что за, представляете, за там с 2005 года, когда там начали массово вести сайты региональные архивы, было там выложено огромное количество документов, копий документов по совершенно разным темам, потому что привязываясь к такому-то юбилею, там, юбилей 100 лет там чему-то, 50 лет чему-то, столько лет области, еще что-то, и там и фотографии, документы, и какие-то письма с фронта, все что угодно может быть, нужно просто это изучить, да, после того, как мы провели такой поверхностный поиск по тем материалам, которые есть, нам нужно изучить путеводители и описи архивов, да, путеводители и описи архивов, нам поможет сориентироваться в том документальном богатстве, которое есть в конкретном архивном учреждении, и это позволит, это позволит при планировании работ опираться, ну, не просто, я подумал, что хорошо бы дать, значит, подопечному своему тему связанную с какой-то фамилией дворянской, а вот нет ничего, вообще ничего нету, вот ничего нету, но есть другие документы по другой дворянской семье, вот нужно дать эту тему, чтобы ее проработать, это поможет нам сориентироваться по тем документам, которые есть. Дальше, максимально использовать удаленный доступ к документам, то есть, если вдруг тот региональный архив предоставляет доступ к документам, он сканирован, и, как правило, это стоит не очень дорого, ну, там, предположим, я не знаю, 50 рублей в день, предположим, а вам нужно парочку дней, может, вы за один управитесь, то есть, это не какие-то фантастические суммы, какие-то архивы предоставляют это бесплатно, какие-то архивы, к сожалению, не предоставляют, и не потому, что они не хорошие, а действительно, техническая возможность, это очень сложно, это серверное оборудование, поддержка этого ресурса, поддержка базы данных, чтобы ничего, никуда там, от наплыва, сайт не упал, и все такое, то есть, требуется действительно очень много денег, кому-то необходимо модернизировать всю эту инфраструктуру, на это требуется много миллионов, а бывает на первоочередные какие-то задачи, не хватает средств, поэтому здесь все архивы в каждом регионе очень стараются, но не все зависит от желания самих архивистов. Значит, как я уже сказал, планировать темы, исходя из документального наследия, очень часто даже к нам в архив приходят такие, знаете, мы участвуем, пишет Краевет, мы участвуем в работе на конкурс там такой-то, просим предоставить всю имеющуюся информацию на церковь такую-то, и мы понимаем, что это полноценное исследование, то есть невозможно взять и, то есть подошел к сполке, взял, вот про церковь, пожалуйста, сейчас мы тебе пришлем, там необходимо целый комплекс работ, нам необходимо изучить научный справочный аппарат, что там есть по этой церкви, необходимо исследовать разные фонды, нужно брать дело, там тысячи листов, нужно каждый пролистать, найти то, что нам нужно, и не факт, что это в этом деле окажется, а не в 10-м деле, которое мы сделаем, поэтому нужно запрашивать информацию точечно, когда мы уже знаем, что есть, мы увидели, полистали сайт, увидели, что там есть такой-то документ, там, скорее всего, что-то интересное, вот у нас шифр, и вы аккуратненько просите, что просим предоставить, вот шифры такие-то, просим предоставить копии документов, связанные вот с этим объектом, как правило, никаких проблем никогда не бывает, есть архивы, которые работают, есть какие-то соглашения с управлениями образования и так далее, и, соответственно, получают документы бесплатно, есть архивы, которые просят за это деньги, вот, а для того, чтобы максимально себя от каких-то денежных трат, скажем так, избавить, надо дружить с архивными учреждениями, что для этого нужно, нужно участвовать в мероприятиях архивов, то есть, если архив просит вас принять участие в конкурсе краеведов, работающих с молодежью, то вы откликнетесь на эту просьбу, потому что действительно очень интересный конкурс Российское историческое общество, которое проводит, и он очень полезный, и очень интересный, и вам позволит подтянуться и посмотреть, что делают коллеги, и задружиться с архивом, который это предлагает. Ну и, конечно же, не все архивы, скажем так, ведут активную работу по линии Российского исторического общества, но нужно использовать возможности региональных отделений Российского исторического общества на сайте региональных, на сайте Российского исторического общества, посмотрите, пожалуйста, выберите ваш регион, посмотрите, где у вас региональное отделение Российского исторического общества находится в музее, в университете, в какой-то общественной организации, на базе архива, где организованность лежитесь и попросите помощи, предложите какой-то совместный проект, предложите еще что-то интересное для того, чтобы у вас была какая-то помощь именно по архивному делу, если вдруг как-то сложно идет или нет какого-то взаимопонимания. Поэтому я очень надеюсь, что мое небольшое выступление каким-то образом позволит вас замотивировать на какую-то интересную работу, родиться несколько интересных проектов. И, конечно, здесь большую роль Российского исторического общества, координирующую, я хочу отметить. Это действительно очень важный, очень важный, интересный проект. И все, что вы слышите на подобных мероприятиях, это все можно использовать. И я надеюсь, вам это поможет. Вот то, что я хотел сказать, дорогие коллеги и друзья. — Огромное спасибо, Валерий Геннадьевич. Такой панорамный, объемный взгляд на наши архивы. Далее поделились с нашими слушателями. Здесь, конечно, надо сказать, что всего два отделения Российского исторического общества функционируют на базе архивов. Ваша и соседняя в Ленинградской области. Это для нас очень ценно, то, что архивы выходят в народ, несут публичную миссию такую, берут на себя и проводят в том числе на местах такие конкурсы, как конкурс краеведов, работающих с молодежью. Ну, самое главное, прозвучало, прозвучали мысли о том, что, безусловно, при выборе темы исследования нужно опираться на то, есть ли источники для проведения качественного полноценного исследования. И здесь электронные описи, все возможности, о которых вы говорили, я думаю, нашим педагогам, нашим краеведам, работающим с молодежью, помогут, чтобы более точно формулировать запрос в наши архивные учреждения, обращаться именно за тем, что будет полезно и будет легко найти. Ну и, конечно, присоединяюсь к вашему призыву ходить в архив, прежде всего, в Государственный архив Псковской области, да, ну и в целом, так сказать, в ваши муниципальные, региональные архивы. Я думаю, что многие наши участники очень тесно работают уже с архивными учреждениями, привлекают к этому своих воспитанников. Ну вот, я думаю, что разговор этот был полезен всем. Большое спасибо вам за то, что сегодня присоединились, Валерий Геннадьевич. Всегда рады вас видеть, так что желаю вам всего доброго. Благодарю. Спасибо большое и всем удачи. Да, всем удачи.